ну что я думаю мы можем начинать здравствуйте коллеги рада приветствовать вас на втором докладе этой супер крутой конференции и для начала хотела бы узнать кто решил поприсутствовать на моем докладе поднимите пожалуйста руки те у кого был опыт в деливере в discovery отлично нас достаточно много хорошо а скажите пожалуйста кто делал больше пяти проектов discovery совсем немножко ну по пальцам считать хорошо а из тех кто поднял руки скажите пожалуйста все ли ваши проекты были прям идеальны 5 из 5 отлично рук нет это примерно то же самое что могу сказать про себя у меня за всю практику было больше 15 проектов с какого-то времени я прекратила считать их количество и могу сказать что проект особенно в самом начале были далеки от идеала ко мне было много вопросов у команды которая делала разработку после меня и по качеству документации и по целям вообще которые преследовались в общем много всяких вопросиков было да и я стала задаваться вопросом а почему же все таки проваливаются наши проекты ведь мы вроде как с вами достаточно опытные аналитики у нас огромный багаж знаний у нас огромнейший багаж различных техник которыми мы можем пользоваться ну по сути что там такого нового интересного может быть в discovery но на самом деле достаточно непрогнозируемый результат и наверное порядка 70 процентов всех проектов но очень сложно спрогнозировать каким качеством мы выйдем потом я стала задумываться почему же проваливаются наши проекты discovery ведь вроде если мы начинаем гуглить якобы стандартный процесс discovery представляется вот примерно таким образом как вы видите у меня за спиной ну и казалось бы ну что аналитик возьми подготовься все техники ты знаешь знаешь как проводить интервью ну что у тебя может быть такого но когда начинаешь рассматривать каждую ситуацию подробнее оказывается что такого стандартного процесса его то собственно и нет ну почему к примеру вам надо изучить документацию да я не буду останавливаться на том что чтобы провести discovery нам как аналитикам надо подготовиться и выходить к заказчику уже по сути с каким-то черновиком решения не обсуждается что делать если документации предоставлено не было как вы будете выруливать из этой ситуации как вы как аналитик будете приводить ваш процесс к тому чтобы доставить заказчику пользу вопрос правда давайте посмотрим дальше а если вы составили план коммуникации у вас в договоре написано 8 недель на discovery отлично да а приходите к заказчику он говорит нет простите там 4 недели или еще хуже 4 часа ну вот что вы будете делать как вам сделать так чтобы за эти ровно 4 часа на которые вас есть и заказчик выделил вам собрать всю необходимую информацию вопрос вопрос а дальше еще ну конечно я утрирую но заказчик не идет на контакт какой-нибудь главный бухгалтер какой-нибудь великой организации у которого куча дел вы к нему приходите говорите дай он говорит прости не могу не хочу не буду кофе не выпил с утра ну всякое бывает правда так и есть и на основании своего опыта опыта своих коллег я стала зум задумываться о том что же собственно может пойти не так а главное как это все предусмотреть и я поняла о том что у любого процесса обследования есть много параметров которые могут существенно повлиять на результат вашей работы здесь я выделила наверное скажем так основные параметры которые по моему опыту и опыту моих коллег которые тоже принимали участие в исследовании того как надо делать discovery могут влиять давайте разберем самые первые это люди ведь мы команда высококвалифицированная и все такое но представьте вам в команду поставили архитектора который должен писать архитектурную документацию единственное что может делать этот самый архитектор это варить кофе в кофемашине но бывает же бывает иногда случается каков результат будет вашей работы работа я имею ввиду как команды результаты которые вы должны предоставить заказчику да сомнительно давайте сейчас подробнее разберем основные критерии основные параметры я хочу остановиться на самом главном это на типе discovery мы все привыкли о том что процесс обследования он стандартный вот я вас спросила сколько discovery у вас было да ну спасибо что задали вопрос как посчитать наверное вы про это имели ввиду спасибо да мы все привыкли что discovery это стандартно да стандартный процесс discovery вот он у меня такое у меня столько-то было проектов но если вдуматься каждый из этих типов discovery это совершенно свой подход совершенно свои методы совершенно свои какие-то результаты артефакты и собственно весь ваш процесс будет строиться на основании того какой тип discovery у вас сейчас будет чтобы не быть голословно я предлагаю рассмотреть два наверное наиболее самых популярных ну по крайней мере у меня в опыте типа discovery это когда мы разрабатываем по с нуля либо когда мы дорабатываем но начнем с разработки с нуля вы приходите к заказчику выясняете у него требования и дальше даже вы как аналитик и в целом ваша команда может пойти двумя путями путь номер раз это вы понимаете что на рынке нет такого продукта который удовлетворил бы целям заказчика соответственно что вы делаете вы начинаете двигаться в сторону того какие требования есть начинаете описывать всю систему с нуля и так далее и бэклог как основной ваш артефакт наполняется совершенно одним списком требований совершенно специфичным списком там артефактов каких-то какие которые вам надо подготовить но вдруг если вы понимаете о том что на рынке есть какой-то продукт который вы можете купить но кастомизировать естественно ваш бэклог и естественно все ваши вопросы все ваши активности будут направлены на то чтобы понять что мы можем забрать из коробки и как мы это можем кастомизировать под нужды нашего заказчика естественно бэклог у вас модифицируется там будут совершенно другие истории там будут совершенно другие требования в противовес смотрим на тип разработки доработка да и здесь прошу учитывать что я не говорю про какие-нибудь имплементации маленьких доработок там кнопку покрасить в красный нет да здесь доработка это скорее про то что мы должны автоматизировать процесс или наложить какую-нибудь цифровую трансформацию на тот процесс который уже есть или сделать какой-то большой модуль программы что вы будете делать вы естественно пойдете к той команде которая отвечает за текущий продукт да то есть вас поменяется список стейкхолдеров у вас безусловно поменяются способы подбора решения потому что вы будете думать как в текущую систему мы можем интегрировать то что хочет заказчик процессинг будет совершенно другой артефакты у вас будут совершенно другие и время на discovery у вас тоже скорее всего будет затрачено немножко другое ведь правда давайте теперь перейдем к следующий к следующему параметру который также надо учитывать это цели я уже упоминала что мы должны как аналитики всегда следить за целями которые ставит перед нами заказчик но если немножко декомпозировать те факторы которые мы должны учесть может оказаться и так и есть на самом деле что у клиента есть какие-то внешние цели это очень здорово и нам повезло если они постулируются в договоре да и договор соответствует действительности но как правило заказчика бывают какие-то внутренние цели он нам их может не сообщать на самом старте мы должны будем выяснить эти внутренние цели сами точно так же про намерение ожидания ну я думаю что намерение ожидания в договоре точно не изложены это уже особый скилл и навык аналитика понять что же действительно хочет от нас заказчик и в противовес всем этим целям ожиданием намерением от заказчика есть наши цели наши ожидания что мы как команда реально хотим сделать когда заимплементируем этот проект согласитесь у каждого такое есть для примера один из самых интересных кейсов из моего опыта мы выходили на проект discovery для создания интернет-магазина и когда мы готовились к этому самому проекту в discovery у нас были определенные гипотезы которые мы прорабатывали под которые мы подготавливали документы под которые мы подготавливали списки вопросов в общем делали всю подготовительную работу но казалось бы интернет-магазин да ну что для нас может быть нового но когда мы пришли на discovery к заказчику оказалось что ему интернет-магазин не нужен для продажи ему нужен интернет-магазин для того чтобы он собирал персонализированный опыт каждого пользователя который не покупает ничего естественно у нас порушился весь наш стандартный а-ля процесс нам пришлось переписывать артефакты нам пришлось делать все то что мы не рассчитывали делать в том числе мы очень сильно поменяли нашу команду которая пошла потому что мы как бизнес-аналитики да я именно бизнес-аналитик я не владею дата-аналитикой я не владею веб-аналитикой для того чтобы мы предоставили заказчику качественный результат нам пришлось добавлять кучу других экспертов в нашу команду и тем что мы поменяли очень сильно команды да и очень сильно у нас гипотезы не соответствовали ожиданиям видите как сильно изменились и показатели успешности проекта да и команды про которые я говорила а главным образом команда со стороны заказчика то есть мы изначально считали что к нам придут сотрудники бухгалтерии сотрудники склада и отдела продаж понятно продажи делаем да но потом мы поняли что основной стейкхолдер который должен нам будет рассказать что ему реально надо это будут маркетологи и здесь у нас случился небольшой когнитивный диссонанс связано это с тем что к маркетологам сами знаете да стейкхолдер менеджмент надо относиться немножко по-другому нежели к сотрудникам бухгалтерии это немножко не технические люди да которые имеют собственный способ передачи информации и это очень сильно нам повлияло на следующий паттерн да и на следующий параметр который есть это люди опять же когда вы выходите на проект очень важно понимать какими людьми какой командой вы будете окружены потому что в зависимости от экспертизы этих самых людей как в вашей команде так в команде заказчика а еще не дай бог будут какие-то третьи стороны которые как правило тоже очень сильно любят влиять на весь процесс у вас поменяется все поменяются артефакты поменяются способы получения информации поменяются активности которые вам надо сделать поменяется время которое вам надо уделять и главным образом ведь надо учитывать что в зависимости от экспертизы от ролей конкретного человека вашей команде у вас поменяется даже время на проработку информации с ним то есть один человек может вам рассказать всю нужную информацию за час этой информации будет достаточно а другой человек надо будет к нему ходить на поклон там целую неделю по два часа пить с ним кофе и так далее его уровень естественно экспертизы этой информации которые он вам предоставляет естественно будет меньше в качестве примера приведу такой очень больной наверное для меня опыт связан это с тем что мы пошли на проект discovery наша цель была сделать стратегию по цифровой трансформации заказчика это была стратегия и нам в том числе надо было подобрать технологии которыми мы будем пользоваться то есть уровень стратегии нам выдали как основного нашего заказчика архитектора у которого уровень его профессиональной зрелости был настолько маленьким что он следил за каждым нашим шагом нам надо пойти к заказчику он требует список этих заказчиков нам надо задать вопросы он требует список этих самых вопросов доходило до такого что он требовал сказать какое количество старей у нас будет в определенном эпике в какой-то вехе нашего проекта естественно на этапе стратегиям мы никак не могли предоставить ему эту информацию вне зависимости от того насколько экспертными была наша команда и на что это повлияло это повлияло на то что мы не очень качественно выполнили discovery то есть мы не смогли предоставить в тот отрезок времени такую информацию чтобы она была достаточно для принятия решения то есть мы не подобрали технологии важно да как с этим работать и как митигировать риски тоже вероятно могут быть свои способы но но проект не очень дался к сожалению еще один вариант того как заказчик может очень сильно повлиять на ваши активности это пример еще из одного проекта для того чтобы выйти к заказчику мы составили коммуникационный план мы его очень сильно сбалансировали потратили кучу времени кучу ресурсов на то чтобы понять как мы в какой последовательности будем работать за стейкхолдером какие документы будем создавать но когда мы вышли оказалось что наш главный стейкхолдер который должен был предоставить всю информацию решил уехать в отпуск ну вот так он решил это жизнь и в итоге что получилось как вы видите мы очень долго простаивали мы мучили всех других заказчиков чтобы они нам предоставили хоть какую-то информацию мы как-то получили пытались получить информацию из внутреннего контура что было крайне сложно в общем мы затратили кучу ресурсов на то чтобы просто получить информацию мы не закладывали это в коммуникативный план мы не знали как это делать но ситуация такова как видите после того как мы набрали информацию наугад мы решение делали наугад а верифицировали мы это решение уже когда проект закончился да всякое бывало и это я вас плавно подвожу к тому что время которое надо надо закладывать на discovery и то время которое у вас есть на это discovery очень сильно влияет на все ваши активности на ту команду с которой вы выходите на тексты колдеров которых вы собираетесь исследовать на те активности которые у вас есть да собственно на все поэтому очень важно когда вы только собираетесь выходить на discovery очень сильно анализировать фактор времени понимать сколько у вас фактически времени будет и как-то выстраивать свои коммуникации чтобы все то время которое выделено вам на это discovery вы смогли использовать наиболее качественно и эффективно помимо всего прочего нам обязательно надо учитывать те средства для проведения discovery которые перед вами есть я сюда свалила очень много пунктов как вы видите они очень сильно большие но размещены на одном маленьком слайде потому что здесь огромное огромное количество параметров и вариативности многогранности которые только можно представить вот смотрите вам в зависимости от того какой перечень документации надо предоставить у вас будет один пласт активности одна команда стекхолдеров одно время которое вы собираетесь тратить на этот самый процесс если же у вас меняется каким-то образом инфраструктура вам как аналитику надо подстраиваться работать в той инфраструктуре которая есть на настоящий момент да ну сравните у вас вся документация лежит где-нибудь внутренней среде заказчика доступ который есть только у заказчика соответственно вам чтобы получить информацию надо как минимум понять что вам надо понять если это или нет и если это есть запросить это у заказчика а заказчику в свою очередь надо пойти туда как правило хранилище документации вызывают вопросы найти нужный вам документ прислать вам этот нужный документ сколько времени вы потратите в ожидании этого самого документа а что будет если это не тот документ а заказчик ошибся весь круг и цикл этого запроса будет у вас заново происходить примерно то же самое есть и про коммуникации я здесь не говорю про то как мы должны вести коммуникации да это отдельная тема и наверно многих многих докладов я вам здесь пытаюсь показать вариативность способов ведения коммуникации ну давайте представим вывела всего лишь три активности конечно у аналитика список множится на многие многие другие но отследить статус проекта давайте представим что на проекте вы отслеживаете статус через эксельку размещенной на общем доступе сколько времени у вас надо чтобы вы зашли в эту эксельку посмотрели статус поменяли при необходимости но с кофе минут 15 да а представим если вы статус и меняете где-нибудь в конфлюенс в внутренней среде заказчика вам надо включить эту внутреннюю среду найти этот конфлюенс и поменять там статус ну у меня лично да я не очень технически но все равно времени гораздо больше даже если я не буду пить кофе в этот самый момент то же самое и про запросы информации да то что я вам говорила уже раньше то есть все эти факторы очень сильно влияют на то как вы будете строить вашу активность как вы будете выстраивать вашу работу внутри команды вместе с заказчиком так чтобы обеспечить наиболее качественное исполнение нашей с вами задачи еще один аспект тоже очень важный и иногда бывает критически важно это про глубину глубину проработки документов да понятно что мы когда готовим документы мы понимаем уровень детализации всех этих документов именно на фазе обследования как правило мы предоставляем там верхнеуровневый или когда заказчик отдельно просит мы предоставляем детализированную проработку требований но согласитесь подготовить верхнеуровневый документ и подготовить детализированный документ это две разные задачи занимают два разных количества времени занимают занимают разное количество ресурсов. То есть если проработать верхний уровень, вы можете как аналитик самостоятельно, то если вам надо детализированно закопаться в код, вероятно, вам потребуется как минимум помощь, а как максимум поддержка какого-нибудь очень крутого технического специалиста, который знает, как это делать, или архитектора привлечь, или еще кого-то из вашей команды. И вот после таких проектов, как был у меня этот, про документацию вендора, я теперь всегда, когда захожу на проект, стараюсь обязательно уточнить, какая вам документация нужна, а лучше покажите пример. Почему так? Потому что мы выходили опять на якобы стандартный процесс. Это еще с тех времен, когда я считала, что процесс стандартный. И да, вроде у нас было написано о том, что мы должны предоставить некоторый пакет документации для вендора. Ну, казалось бы, возьми, подготовь некоторую инструкцию или требование, ничего в этом сложного нет. Ну, а когда мы начали сдавать весь наш пакет по факту завершения договора, оказалось, что заказчик от нас ожидал такого уровня проработки всей документации. Достаточно для того, чтобы ребята, разрабы, вендоры взяли и просто начали кодить по нашей разработке. Сами представляете, какой уровень проработки этих требований, которые мы должны были предоставить по факту, он отличался от того, что мы заранее планировали. Мы выкрутились из этой ситуации тем, что у нас был договор по типу оплата по факту. Мы просто согласовались с заказчиком увеличение нашей команды на технических писателей, которые за определенный промежуток времени нам доделали эти документы. А если бы у нас был другой тип договора, я бы даже не знаю, как мы выкручивались из этой ситуации. И это еще один из факторов, который обязательно надо учитывать, это тип договора. Понятное дело, что если у вас оплата по факту или вы вообще работаете по какому-то сервисному договору, это одна ситуация. У вас больше развязаны руки, у вас больше свободы подбора команды. Вы можете привлекать какого-то специалиста ситуационно, если вам это надо. Вы можете отказываться от каких-то экспертов внутри вашей команды, если они оказались не нужны. Но представьте, если у вас какая-нибудь фиксированная стоимость, а еще хуже фиксированное время, то, естественно, вам как аналитику необходимо более детально и более тщательно продумывать каждую вашу активность, взвешивать, кого из команды надо привлечь, на какое время это надо привлечь, чтобы, во-первых, не выйти за бюджет этого договора, а во-вторых, все-таки выполнить свою задачу и предоставить результаты Discovery в том ожидании, которое требуется нашему с вами заказчику. Здесь, наверное, тоже стоит пару слов сказать про то, как мы делаем обследование. Зачастую, ну, по крайней мере, на опыте моем и моих коллег, мы Discovery делаем в водопаде. То есть мы сначала сделали Discovery, подготовили всю документацию, согласовали все-все-все, а потом наша команда начинает деливерить. Но представьте, если у вас другой подход к Discovery, например, вы в Agile, и еще, не дай бог, вы и делаете Discovery, и помогаете команде деливерить, какой ваш трудовой ресурс на то, чтобы качественно сделать Discovery? Как вы будете готовить документы? Насколько итеративно вы будете подходить к каждому документу? То есть если вы в Waterfall, в водопаде, вы подготовили, согласовали, забыли, в ящик убрали, то в Agile вам так не получится делать. Вам необходимо будет постоянно менять, усовершенствовать и дорабатывать какие-то пункты договора. Да, тоже не очень просто. Я еще не упомянула все остальные способы, которые также могут свалиться на вашу голову. И, наверное, что хотела этим сказать? Я. Когда я поняла о том, что параметров очень много, и в зависимости от каждого конкретного случая все может быть диаметрально разное, я стала готовить такую таблицу. Вы ее можете получить, это QR-код, он активен. Что делаю я? Я заполняю вот эту таблицу. Как только ко мне приходит проект или мой менеджер говорит, вот тебе завтра надо идти на Discovery. Ну, во-первых, я завтра не пойду, как бы я не любила этого менеджера, но я начинаю заполнять табличку. Я старательно и тщательно анализирую каждый из этих параметров, которые у меня есть. Я смотрю, кто у меня в команде, кто в команде заказчика. Знаю я этих людей или не знаю я этих людей? Что я могу сказать про их технические особенности? Выписываю характеристики, даже если они нелицеприятные. Дальше я стараюсь определить зону влияния. То есть если я понимаю, к примеру, что мой стейкхолдер очень важный, но он маркетолог, это означает, что я буду закладывать х3 времени на его интервьюирование, чем сотрудника бухгалтерии, к примеру. И я обязательно оцениваю зону влияния. То есть если у меня влияние положительное, если я знаю моего стейкхолдера, я знаю, что он достаточно структурный, логический и последовательный, то мне хорошо. То есть я стараюсь упустить этот момент. И дальше точки контроля. Здесь каждый, наверное, из вас может сам принимать решение о том, как ему работать с этой таблицей. Например, пару конференций назад Наталья Семенова выступала с суперским докладом про оценки и работу с рисками. Вы можете применить этот подход. Вы можете выработать какой-то свой подход. Вы можете выработать какой-то подход вместе с вашей командой. Но тем не менее у вас анализ ситуации должен быть. Мы же вроде как аналитики с вами здесь, правда? После того, как я сделаю эту табличку, что я делаю дальше? Я ее довожу до команды. Мы с командой пытаемся понять, в какой ситуации, в какой картине мы будем вариться. И вместе пытаемся выработать подход. То есть говорим о том, что у нас будет такой-то план коммуникации, мы будем действовать такими-то техниками, мы будем спрашивать какие-то вопросы у таких-то людей. Когда мы согласовали внутри, мы идем с этой самой табличкой к заказчику. Ну, естественно, я ее немножко причесываю, но тем не менее. Мы согласовываем этот подход. Говорим, уважаемый заказчик, мы видим такие-то риски. Пожалуйста, давайте их митигировать так. Там, уважаемый заказчик, чтобы мы тебе сделали то-то, нам надо вот то-то к такой-то дать. Поверьте, когда вы с таким образом, с такой таблицы подойдете к заказчику, уровень вашей экспертизы взлетит до небес. Даже если это ваш первый вообще проект в целом в разработке. Даже если вы не деливерили, не дискаверили раньше. И после этого мы начинаем, собственно, делать исследования. Спасибо за ваше внимание. Я надеюсь, что мой горький или сладкий опыт немножко вас развеселил и поможет, когда вы выйдете на дискавери. Мария, спасибо большое за доклад. Супер. Очень понравилось. У меня прям блиц-опрос для того, чтобы контекст сложился полностью. Скажите, пожалуйста, вы сами с точки зрения организации работаете в отделе разработки? С точки зрения компании? Сложный вопрос. Ну, то есть вы аналитик. Вы аналитик производства, отдела разработки. Или вы аналитик отдела продаж и помогаете ребятам на этапе пресейла. То есть ваша дискавери-фаза – это дискавери-фаза на этапе еще пресейла или это уже продакшн, это уже процесс девелопмента? Я работала в типе дискавери-интейк, и основные примеры были взяты оттуда. Это не пресейл. Тогда вот у меня как раз вопрос по юниту. Дискавери-юнит в вашей команде, в вашей компании – это всегда один и тот же состав? Или это разные ребята, которые набираются под разные дискавери? Или у вас есть такой, знаете, боевой состав дискавери-юнита, который фигачит все дискавери один за другим? У нас очень много дискавери-юнитов, которые, собственно, делают дискавери. Есть определенный костяк, он известный, мы сработались с ребятами, мы много соли съели, но когда мы выходим на проект, мы понимаем о том, что нашей экспертизы, естественно, не хватит на все эти задачи, которые стоят перед нами. Поэтому к нашей команде всегда присоединяются дополнительные эксперты по ситуации. Да, принятый. Вот тогда вопрос по поводу ожидания реальности. Там был такой болезненный момент, пример с тем, что ожидали от онлайн-магазина кто-то, пришли на дискавери и поняли, что совсем другое. Тогда у меня вопрос по поводу передачи трансфера информации с процесса продаж в уже дискавери-фазу. То есть разве это не задача на этапе пресейла как раз-таки прояснить все то, о чем вы на этом слайде упомянули, чтобы вы, как команда дискавери, уже не столкнулись с этим расхождением между ожиданием и реальностью? Разве это не нужно было сделать на этапе пресейла? Нужно было. Полностью вас поддерживаю. Но, во-первых, все мы люди и все мы можем не до конца выяснить требования, не до конца выяснить цели, особенно когда речь идет про какие-то сложные моменты. Это первый момент. А второй, здесь не было пресейлов. Там не было пресейла. Все, последний момент я буду передать, но, правда, тема мне очень близкая, интересная. Тогда как у вашей команды организован трансфер после вас? То есть как вы, проведя дискавери-фазу, обеспечиваете бесшовную передачу этого производства? На этот вопрос я отвечала на прошлой конференции Analyst Days. Там было 40 минут доклада. Приходите, расскажу лично, либо посмотрите. Спасибо. Раз-раз. Мария, вопрос от нашего онлайн-коллеги. Подскажите, прежде всего, что вы вкладываете в понятие discovery и delivery? Отличное начало, конца. Отлично, спасибо. Что я вкладываю в discovery? Это первая фаза любого проекта разработки, главной целью которого выявить требования для delivery. Delivery – это процесс уже непосредственно разработки и создания того объекта, который требуется заказчику. Спасибо. Следующий. Добрый день. Вопрос такой. Есть ли у вас в этом процессе какие-то методы, может быть, способы метрики, определения того, на какой стадии проработки находится ваш discovery, то есть насколько глубоко вы продвинулись, достаточно ли вам тех сведений, которые вы собрали, для каких-то принятий решений, или, может быть, вы понимаете, что сроки истекли, такая может ситуация возникнуть, и вы по какой-то метрике можете понять, что мы не можем еще принять решение и выдать там какие-то оценки, если у вас что-то такое в процессе. Хороший вопрос, спасибо. Опять же, от проекта к проекту все разнится. Наверное, приведу такую общую ситуацию и общие параметры. У нас есть определенные критерии успешности нашего проекта. Это раз. Есть definition of ready и definition of done, которые мы также прописываем для каждого проекта. То есть мы для начала формируем эти самые критерии и согласовываем их с заказчиком. Какие тебе документы нужны, какой уровень проработки этих документов, что тебе надо по факту. Все согласовываем с заказчиком и из этого формируем definition of ready или там definition of done. Дальше чекбоксами ставим. Сделали дорожную карту, молодцы. Подобрали команду, супер. Все. Спасибо за вопрос. Мария, далее опять вопрос от онлайн-слушателя. Работа велась с внутренним заказчиком. Бизнес-цели и требования к функционалу проекта транслировались очень поверхностно. По итогу формирования требований к проекту они были согласованы заказчиком. Понимания, что заказчик не структурно и не комплексно транслирует свои требования на начальном этапе не было. По итогу сдачи промежуточных версий проекта от заказчика начали сыпаться новые требования и доработки. А изначально запланированное количество юзер-сторий и срок реализации проекта увеличилось в два раза. Как работать с подобными рисками и избегать таких ситуаций в будущем? Спасибо за вопрос. Как работать с этими рисками? Я считаю, что когда аналитик выходит на проект обследования, не только аналитик как человек или как эксперт отвечает за успешность вашего проекта. В том числе ваш проект менеджер или руководитель всегда по-разному. Он в том числе отвечает за то, чтобы выявить цели. Это он первый, кому приходит этот проект. Как митигировать риски? Во-первых, надо проанализировать своего руководителя по ролям. Помните слайдик, где роли, люди? То есть какая у него номинальная роль, какая у него фактическая роль, какая у него экспертиза? И попытаться вам самому понять, как с этим работать. Если вы не можете митигировать риски на вашем уровне, хотя, скорее всего, что туда можно, то можно выходить к заказчику и пытаться с ним дополнительно верифицировать первоначально весь тот сколп задач, который требуется выполнить. Спасибо. Добрый день. Такой вопрос. Вот в этом примере, где вы сказали, что не было пресейла, коммерческое на каком-то этапе там было с конкретной ценой? Ну и сразу вопрос. Просто вы в основном работаете Time Material, Fixed Price, то есть заранее коммерческое. В каком этапе идет коммерческое и потом где Discovery? Потому что если вы выставили коммерческое, а потом сделали Discovery, понимаете, что вообще не то, вы уже закоммитились на определенную цену и потом попадаете, если на Discovery выяснилось, что там в два раза больше работы. Вот этот момент, да, можете рассказать, как у вас строится коммерческое, исходя из этого, и, соответственно, что это там? Time Material, Fixed, если у вас как-то вы сказали, что по факту как-то закрываете, то есть чтобы не попасть на бабки, вот этот вопрос, как вы решаете? Чтобы не попасть на непредвиденные финансовые затраты, как вопрос решается, я считаю, правильнее всего решать, это отдельно делать договор на Discovery, и по факту Discovery делать отдельный договор на разработку. Тогда у вас будут отдельные затраты на весь Discovery, вы по факту будете понимать, что предстоит сделать, у вас будет уже точно все проработано, и тем самым вы можете понимать, какой тип контракта надо ставить на разработку, время, люди и так далее. Просто... Здесь зависит от ситуации и то, каким образом вы согласовываете ваш договор. Здесь очень сложно сказать однозначно. Спасибо. Осталось еще время для одного вопроса. Тогда... Добрый день. Спасибо большое за доклад. У меня очень простой вопрос. Было много всяких методов, способов, примеров, и хотелось бы у вас на практике спросить, достигли ли вы идеального Discovery? Или вообще идеального не существует? Все равно как бы есть какие-то риски, и мы их принимаем? Хороший вопрос заставил меня задумываться. Я, наверное, отвечу так. Я считаю, что идеального Discovery проведено не было. Вероятно, потому что идеального Discovery, как идеального Delivery априори не существует. Мы люди, у нас очень сильно изменчивая среда и очень многофакторная работа. Но я могу сказать так, что если я провожу такую детальную оценку, если заказчик идет мне навстречу в части соблюдения тех каких-то правил основных или постулатов, то цель нашего проекта, она всегда достигается. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...